Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала ОТВ. В прямом эфире передача «Разберемся». Это совместный проект Общественной палаты Одинцовского района и Одинцовского телевидения. И сегодня тема нашего эфира – работа Совета некоммерческих организаций при Общественной палате Одинцовского района. У нас в гостях заместитель председателя Общественной палаты Одинцовского района, председатель Совета НКО, точнее, ответственный секретарь Общественной палаты Одинцовского района Светлана Геннадьевна Налепова. Здравствуйте. И заместитель председателя Общественной палаты Одинцовского района Надежда Николаевна Котович. Здравствуйте. Вопрос непростой. Совет НКО был создан при общественной палате более года назад и возникает такой закономерный вопрос, почему именно палата выступила такой некой площадкой для объединения некоммерческих организаций. Это совершенно не случайно, несмотря на то, что сейчас очень много говорят о том, что нужно создать какое-то полообъединение организаций некоммерческих. Основная роль у общественной палаты это, конечно, общественный контроль. И как раз в прошлом году были утверждены изменения к закону об общественном контроле, в котором сейчас есть положение о том, что общественным контролем у нас занимаются только общественные палаты. Это областные, муниципальные общественные палаты, так как у нас очень много было жалоб в регион и, соответственно, на федерацию, что общественные организации злоупотребляют какими-то своими полномочиями, которые могут. И в одно и то же место приходят по нескольку разных общественных организаций. Поэтому с целью систематизации и вот таких вот общественных проверок, уменьшения на бизнес, на различные организации, были внесены такие соответствующие изменения. Мы сразу предложили, так как взаимодействуем с общественными организациями, с другими видами некоммерческих организаций, предложили сразу создать такой пул и осуществлять совместный общественный контроль. Ну, для того, чтобы вопросы, которые реально социально значимы, не ушли из работы некоммерческих организаций, потому что законно теперь, получается, мы можем делать это только совместно. Хотя многие еще это иногда не понимают до сих пор. Да, вот возникает вопрос, вообще что входит в понятие некоммерческой организации и, в частности, социально ориентированной некоммерческой организации? Это разные сферы деятельности? Ну, некоммерческая организация должна осуществлять деятельность некоммерческую, да? И у нее, по крайней мере, у некоторых есть предпринимательская деятельность, некоммерческая, а предпринимательская деятельность. Но основной целью некоммерческой организации не должно быть получение прибыли, в отличие от предпринимателей. Вот так вот скажем, да? И социально ориентированные организации — это организации, которые осуществляют общественно полезные услуги, социальные услуги. Эти реестры названия перечиски меняются, но с 1 января 2017 года это все-таки реестр общественно полезных услуг. И вот именно этими услугами должны заниматься, оказывать помощь в соответствии с этим реестром. Их всего 20 некоммерческих организаций. У нас таких очень много. Сейчас в Совете больше 30 некоммерческих организаций, они сейчас пополняются. Мы понимаем, что потребность в этом существует, и мы ушли далеко за общественный контроль. Мы ушли на совместные мероприятия, совместное обучение, поддержку друг друга. Вот как раз помогаем разобраться в новом законодательстве. Да, вот объединение происходит, как правило, от заседания к заседанию. Советы НКО с каждым разом количество некоммерческих организаций увеличивается. Вот недавнее заседание было в январе, и пополнился совет участниками. Расскажите, пожалуйста, об этом, кто дополнил ряды. Начиналось, сколько было вообще в начале? Сколько было в начале организаций? С чего все начиналось? На первом заседании, которое у нас прошло в марте, у нас было 9 общественных организаций. В марте 2016 года. Да. К концу года у нас было 26 общественных организаций. В январе 28, сейчас уже 31. Да, 28, сейчас уже 31 общественная организация. И все заявочки сейчас изъявили желание. И, конечно, основная еще задача, это привлечение компетентных лиц к решению тех или иных задач и вопросов, которые решают общественные организации. Потому что сами общественные организации порой тоже теряются. И привлечь компетентных лиц, например, администрацию, это достаточно может быть сложно. Это уже взаимодействие с органами власти. Да. А про компетенцию бы я бы поспорила. А общественные палаты, конечно, у нее побольше полномочий. И поэтому общественные организации, объединившись с общественной палатой, считают, что вопросы, которые стоят на сегодняшний день перед той или иной общественной организацией, решить совместно, конечно, намного проще. Те общественные организации, которые приходят в этот совет, какие основные сферы деятельности у них, на что они ориентированы, с чем они работают, с кем они работают. В основном в самом начале вошли у нас ветеранские организации, у нас организации пенсионеров, союз инвалидов, союз женщин. А сейчас к нам начали подключаться совсем недавно родительские сообщества, их у нас несколько, и прям совсем-совсем-совсем свеженькие. На плане поступления это, конечно, молодежные организации. Но многодетные тоже родительские сообщества, я считаю. И вот прям молодежные организации, несмотря на то, что вроде как в общественной палате ярко не представлена молодежная политика, то есть это направление популярности и развития не приобрело, потому что у нас есть молодежная организация, отдельная работа, очень эффективная. Но здесь они очень удачно начали объединяться вокруг Совета. Не знаю, что это конкуренция или сильная потребность в объединении, в решении вопросов. Мне хотелось бы напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать вопросы гостям студии Светлане Геннадьевне и Надежде Николаевне по телефону прямого эфира 508-86-84. А кроме того, можете озвучить проблему обращения, которая обязательно будет передана в секретариат общественной палаты для дальнейшей проработки. Поэтому не стесняйтесь, звоните номер прямого эфира 508-86-84. Мы ждем ваших звонков и продолжаем говорить о Совете НКО. Итак, некоммерческие объединения. А как понять, что к вам пришел добропорядочный человек, представляющий некоммерческую организацию? Вот как определить? По каким критериям? К нам в общественную палату? Да, вот в Совете НКО. Или в принципе, вот в целом, как определить? Вот люди наверняка сталкиваются с некоммерческими организациями. Ну, смотрите, да, вот в Совете НКО у нас нет в этом сложности, потому что все некоммерческие организации и деятельность как бы активных мы знаем. То есть, наверное, нет таких организаций, которых мы не знаем. Да, в районе. Это большая редкость, потому что мы все равно решаем вместе социально важные вопросы и, соответственно, инициируем какие-то изменения. Поэтому мы волей-неволей все равно сталкиваемся друг с другом и максимально стараемся друг другу помочь на мероприятиях, на различных. Поэтому у нас нет сомнения в добросовестности этих организаций. Если говорить в общем, то, конечно, несмотря на то, что, например, ветеранские организации, многие не имеют своих представителей сайта, еще что-то, да, то если говорить в общем и ты понимаешь, что есть какая-то некоммерческая организация, первое, что нужно сделать, это изучить его уставные документы. Чем занимается организация, какие у нее основные направления. Если, допустим, чаще всего хотят помочь какому-то ребенку, да, нужно понимать, что часто организации делятся, если с ограниченными возможностями, даже по диагнозам может быть, да, кто-то поддерживает, например, детей с расстройством там аутического спектра, да, или там еще с какими-то направлениями, да, то есть какие-то направлениями. И нужно понимать, что если ты поддерживаешь ребенка, то, скорее всего, это направление должно быть. Разные коммерческие организации, они, все средства, которые целевые, приходят на определенную, как адресную помощь, они обязаны потратить эти средства именно вот на вот эту вот помощь. Поэтому если вы хотите понимать, что есть, хотите, допустим, именно, допустим, вот это направление, вот это мероприятие, или именно вот этого человека, соответственно, вы пишете, на что вы направляете средства. Да, интересно. Дальше очень важно посмотреть, как организация публикует отчеты о мероприятиях и куда средства были потрачены. Это вот обязательно. Отчетность, да. Вот эти вот вещи надо. Срок работы. Ну, это понятно, главное, чтобы понять. То есть продолжительность, да, сколько организаций существует. Не является ли она однодневкой, да, созданной для каких-то целей. Для НКО, как правило, такие не используют термины, да, потому что даже если какие-то гранты реальны, существенную поддержку, он получает уже спустя определенное количество времени. Так, например, вот мы сейчас говорили по общественно полезным услугам. Для того, чтобы попасть в реестр услуг, общественно полезных услуг, нужно исполнители общественно полезных услуг, если правильно в терминологии, необходимо год проработать в этом направлении и показать свою работу перед этим. Если говорить вопрос о какой-то там грантовой поддержке серьезной, например, президентские гранты, то НКО необходимо, чтобы она проработала и показала свои показатели, свою команду в течение двух лет прошедших. Поэтому прямо так сказать. Отзывы, да. Благодарности. Благодарности. Все это учитывается. А на самом деле у нас в районе очень много общественных организаций. Очень много общественных организаций. И очень много общественных организаций, которые мы с вами не знаем, и мы о них ничего не слышали. Союз рыболовов сейчас там, Союз охотников. То есть это тоже общественная организация. Они просто не приходят часто к нам. Но у нас, конечно, в нас в Совет входят такие общественные организации, которые действительно оказывают социальные услуги населению. Тем людям, которые на сегодняшний день оказались в трудной жизненной ситуации. А кто, как правило, те люди, которые занимаются социально ориентированной некоммерческой деятельностью? Что их мотивирует к этой деятельности? Чаще всего это просто личная история. Мы сотрудничаем и с областными организациями, совместные мероприятия, об этом еще скажем, проводим. Если, допустим, это мама с ребенком, с ограниченными возможностями, то чаще всего она организовывает организацию, которая по поддержке этих же детей. Там, допустим, если это ветеранская организация, то это, скорее всего, ветеран или какая-то ветеранская работа. Или, соответственно, представитель. Дети войны, соответственно, это дети войны. То есть некоммерческую организацию, это, конечно, не заработок. Очень много сейчас общественных организаций, рукотели которых работают на общественных началах, ну, например, находятся на пенсии, да, и проводятся на общественных началах. И средства, если какие-то поддержки получают, это очень большая редкость, но какие-то мероприятия, которые необходимо потом отчитаться. И только благодаря своей личной истории, вот этому энтузиазму, эти организации поддержат, эта деятельность поддерживается. Надежда Николаевна, а с какими обращениями, как правило, обращаются представители некоммерческих организаций в общественную палату? Наверняка приходят не просто для того, чтобы познакомиться и вступить в совет НКО, но и за тем, чтобы общественная палата оказала помощь, поддержку. Да, в принципе, все эти обращения, они те же самые, все вопросы, которые волнуют на сегодня людей в нашем районе, они, эти же вопросы, они волнуют и людей в общественных организациях. Только это более систематизированные, собранные вопросы по определенной группе людей. И уже мы знаем, куда с этим вопросом нужно обратиться, потому что, например, есть какая-то организация. Ну да, по конкретней, например, да. Мородетные, например, нас много, да, это еще молодая организация, они, конечно, теряются, они многие вопросы не могут решить. Мы можем привлечь компетентных людей в решении тех или иных вопросов. Потом есть же вопросы разного характера, есть такие вопросы, которые решаются очень просто, есть вопросы, которые более сложные, которые нужно решать. Ну, самый популярный вопрос – социальная поддержка. Конечно. Людей в трудной жизненной ситуации, с ограниченной возможностью, я уже говорила, пожилых людей, пенсионеров, это вот самое главное, ветеранов. Инвалидов. Инвалидов, да, и взрослых еще каких-то, молодежи, подростков. Трудоустройство наверняка, да, есть вопросы о трудоустройстве. Ребят с ограниченными возможностями здоровья, да, наверное, самый большой вопрос, самый сложный вопрос, который только чуть-чуть начал двигаться с места. Я думаю, что в этом направлении мы хотя бы их начали знакомить друг с другом. Да, это организация Светланы Геннадьевны, она как раз в этом направлении очень хорошо работает. Они оказывают поддержку этим людям и стараются трудоустроить их. А молодежь, 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 это вообще самый большой критичный вопрос. А если еще с ограниченными возможностями, тогда вообще очень сложно, конечно. Ну, это как бы такое направление редкое сейчас, непопулярное для работы, потому что очень, очень тяжелое. Но ветераны, пенсионеры, вот этого очень много. Детей, семья и детство, это тема, которая очень, очень сложная. И это социальные объекты, и это, понятно, детские сады, школы в первую очередь. Это мама, которой ребенку исполнилось полтора года, она была готова выйти на работу, потому что уже все, то есть пособия закончились до полутора лет, ей нужно выйти, и не может, потому что она сейчас приоритет с трех лет. И когда ребенку только исполняется три года, и семья там находится в трудной жизненной ситуации, и она готова вот вылететь вот прямо в день рождения ребенка, потому что уже просто настал период, когда уже очень критично, и получается некоторые, многие вещи приходятся обращаться в управление образованием в ручном режиме, и они идут навстречу, помогают, вот по таким, по каждому случаю. Но все-таки хотелось перевести это на какой-то системный уровень. Да, потому что это все адресно, точечно, как сейчас модно говорить фондам, да, которые там в связи теперь с некоторой репутацией, которая уходит среди населения. И это, да, это точечно, и мы 28-го проявляем круглый стол, и хотим все-таки поставить на какой-то системный уровень. Открытие групп. Ну, это уже... Обратиться, но все равно у нас было такое решение. Ну так, 28-й, Светлана Геннадьевна, озвучили вы... 28-го февраля. 28-го февраля, круглый стол. Так. Будет вопрос по яслям в Паницовском районе, или хотя бы для льготных категорий, какие возможности сейчас есть, какие перспективы, и деткам, которым уже исполнилось три года. С нами, а чуть ли не сказала, студии, с нами, соответственно, на круглом столе будут родительские сообщества. Все вызвались, все хотят, у всех есть вопросы, вопросы уже направлены. Управление образованием с удовольствием пошло навстречу. И сейчас отрабатывают вот вопросы для того, чтобы презентацию, для того, чтобы нам все рассказать, в каком направлении мы движемся, и какие перспективы у нас есть. Есть ли у нас ясельные группы, но они у нас, в общем-то, есть. То есть они появились у нас, да? Да, они есть, но в очереди, в очереди это понятно, потому что у них как бы очереди как таковой нет. А вот Одинцово, что больше всего беспокоит, лесной городок, какие у нас еще какие-то серьезные проблемы с детскими садами, они, конечно, остаются. Густонаселенные такие территории, да? Да, да, проблемы остаются. И понятно, что приоритет с трех лет, это приказ президента, поэтому говорить что-то чиновникам в этом направлении очень сложно. Они работают прежде всего по приоритетам, которые им дают регион, сначала муниципалитет, регион и федерация. Это все, конечно, идет, а работа по этому направлению. И понятно, почему с трех лет, но самый такой период, когда нужно уже заниматься подготовкой. Дальше уже до трех лет, по многим мнениям, многих специалистов, ребенок должен ходить с мамой. Но не все мамы готовы и могут находиться в это время. Могут себе позволить. И все-таки, если мы говорим о совете НКО, понятно, что вы собираетесь раз в месяц, обсуждаете какие-то текущие проблемы, принимаете обращения. А выработка решений происходит, то есть есть идеи, вот если мы говорим о группах для детей от полутора до трех лет, какие-то есть уже конкретные решения от представителей некоммерческих организаций, с которыми они приходят и говорят, давайте реализуем. Пока с этим сложности они есть, но в формулировках. Дело в том, что мы приходим с идеями, и мы часто не понимаем структуру и приоритеты, соответственно, органов власти. Потому что если проблемы с застройщиками, они большие, сейчас финансовые идут в связи с общим положением в стране, и соцобъекты в принципе не строятся в густонаселенных каких-то пунктах, или они остановлены. И мы можем как бы просить, конечно, как бы рекомендовать, и власти идут навстречу, но только там, где это реально возможно. И естественно, мы перестраиваем приоритеты, и понимать всю вот эту связку мы можем только во время диалога. И когда решение совместное происходит, тогда мы очень радуемся, посмотрим, что будет 28-го. Ну, не всегда это получается, потому что вот у нас, например, пример с Лесногородской школой. Ну, вопрос это держим на контроле, хотя обещал застройщик к началу учебного года школу открыть. Но в связи с финансовыми затруднениями, конечно, год опять на школу, без школы, школа так и не открыта, но продолжаем контролировать эти вопросы. Буквально вчера уже были названы новые сроки, более четкие уже. Потому что если не будешь контролировать, вот в данном случае не контролировать, это может растянуться еще на несколько лет. На самом деле, там жители держат руки на пульсе тоже, и они постоянно обходят им после 20-го тоже, мы постоянно запросы отправляем. И там уже мы понимаем, в каком состоянии находится школа, понимаем, какие проблемы еще остались. И это уже все на финишной прямой. И очень приятно, что вот в данном вопросе, вот я как житель района, как журналист, да, я прекрасно понимаю, что это главная боль не только жителей, но еще и общественной палаты и местной власти тоже. Конечно. Которые идут в связке, да, и которые пытаются максимально решить этот вопрос. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, представляйтесь. Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. Маркелов Анатолий Михайлович. Маркелов. Хотел задать такой вопрос, достаточно сложный для общественной палаты. Основная задача, основная задача, это оценка решений администрации на предмет соответствия с таянием жителей, насколько они соответствуют. Вот для примера один вопрос. Сейчас администрация решает сделать улицу свободы, убрать стоянку автомобилей, и вроде бы от этого что-то улучшится. Ничего не улучшится, потому что определяет светофор движения. Так зачем принимать решения, которые не дают результата? Анатолий Михайлович, мне кажется, вы уже сами ответили на свой вопрос. Сознаете себе какое-то впечатление. Вы для этого и есть. Я пишу, не могу повлиять, но общественная палата должна повлиять. Повлиять на что? Анатолий Михайлович, да, мы знакомы, хорошо. Хорошо. Анатолий Михайлович, а в том большом перечне вопросов, которые вы в общественную палату для проработки отправили, есть этот вопрос? Конечно. Один из вопросов. Я предлагаю конкретные вещи, как можно сделать, чтобы решить вопросы. У нас сейчас кадровые изменения в комиссии по ЖКХ, и как раз руководитель, координатор по дорожному хозяйству мы переотправим еще раз туда. Да. Хорошо. Анатолий Михайлович, большое спасибо за ваше неравнодушие к жизни города и Одинцовского района. Очень важно, чтобы вот... Анатолий Михайлович, вообще молодец. Были активные жители очень. У него очень столько предложений, и эти постоянные перечни пополняются. И он каждый раз звонит и напоминает о себе, как по этому вопросу. И правильный. А что по другому вопросу. И причем с таким анализом. Очень рад и надо действительно работать. С конкретными предложениями. Действительно очень. Это очень важная цена, поскольку порой не все попадает в поле зрения общественников, потому что чисто физически, психологически, по-человечески невозможно все охватить. И очень важно, чтобы жители сами активизировались, обращали внимание и старались быть внимательными действительно к тому месту, где они живут, и к тем проблемам, которые их окружают. Не были равнодушными. То, о чем мы говорим сегодня, то, о чем мы говорим, собственно, и всегда. Чтобы не будьте равнодушными, будьте внимательными ко всему, что происходит вокруг вас. Обращение в Совет НКО поступает. Уже мы поговорили, да, Надежда Николаевна, и все-таки, да. Можно я немножко реплику скажу, наверное. Наверное. На самом деле, жители инициативной группы, активные, они очень многие вопросы показывают, серьезно, уже с обработкой. С предложениями, с предложениями, такое ощущение, что там прям общественники такие. Мы говорим, ну, мы в палату не будем ходить, но вот такое вот предложение у нас есть, там, посмотрите. Или вот востоятельный знак, обратите внимание вот на такой вопрос, там чуть ли там смс-ка откуда-то приходит, даже, ну, как бы не в качестве обращения. Посмотрите вот этот вопрос. И мы инициируем какую-то встречу, они используются на встречу, там, с анализом, с документом, с генпланом. У нас сейчас был генеральный план Лесного городка, сейчас на утверждение идет. Там очень много просто недоработок, вопросов. И они вышли, проанализировали, мы подключили своих специалистов. Ну, просто молодцы ребята. И они говорят, мы просто обратили, мы, говорит, все в курсе, мы обратили ваше внимание, чтобы, ну, вы тоже вот актуализировали этот вопрос. Это очень актуально. Светлана Геннадьевна, у нас очень мало времени остается эфирного. Буквально несколько слов о семинаре, который прошел сегодня для представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций. Вот пара слов, что это был за семинар и цели, задачи какие были. Ну, это, в принципе, семинар, который проходит уже второй год, да? Да. Связанный с тем, что, несмотря на то, что есть федеральные возможности, возможности различных грант-операторов по предоставлению субсидий и грантов некоммерческих организаций, к сожалению, у нас в Адельцовском районе мало кто пользуется этим. А если есть какие-то попытки, то они часто, чаще всего, да почти в 90, там, процентах случаев неудачные. И мы вот второй раз проводим цикл семинаров с привлечением специалистов в прошлый раз с правительством Московской области, в этот раз уже с некоммерческой организацией, с фондом, который получает гранты на вот эту вот как раз поддержку по работе с НКО. И уже практику мы провели, уже разные формы пользуемся. И мы хотели бы вот эту работу не просто систематизировать вот эти вот организации, а чтобы они могли получать поддержку и могли осуществлять общественно полезные услуги, развивать... Конкретную помощь. Да, осуществлять здесь, в Адельцовском районе. Это очень важный ценно. То есть расширить их возможности, да. То есть расширить возможности этих организаций. Потому что очень часто, благодаря личной истории, тех же самых руководителей, да, они достаточно компетентны, чтобы помогать своей целевой аудитории, своим подопечным, кому они помогают. Но им не хватает на это ресурсов. Конечно. И мы помогаем, помог сейчас, вот эти вот ресурсы приобретать. Добыть. Добыть с помощью знаний, которых тоже не хватает. Добыть с помощью знаний, с помощью консультации. У нас сейчас есть в плане, ну, есть уже как бы подобие ресурсного центра в Адельцовском районе. Есть консультация, у нас есть возможность такая, если нужны контакты, соответственно, звоните на горячую линию, мы сможем организовать. По организации, некоммерческой организации, может даже по учету, он немножко специфический, в отличие от коммерческих организаций, можно вот эти вот консультации бесплатно получить уже сейчас, здесь, в Адельцовском районе. Что ж, большое спасибо за интересную беседу. Я думаю, что люди, которые занимаются некоммерческой деятельностью, социально ориентированные, получили информацию и наверняка свяжутся с вами, и ряды пополнятся, ряды совета пополнятся. Но у нас есть еще одно событие, которое состоится в ближайшие выходные. Надежда Николаевна, пронансируйте, пожалуйста. — 19 февраля на лыжеролежной трассе, это парк имени Лазутиной, героя России нашей, проходит, общественная палата проводит соревнования по лыжам. — Это уже второй год? — Да, по лыжному спорту. — Или даже нет, подождите, это третье уже соревнование? — Мне кажется, второе. — Лыжня вторая у нас? — Да, вторая. — Лыжня вторая. — И мы приглашаем всех желающих принять участие в этой лыжной гонке. — Независимо, общественник или нет, конкартант-эксперт, неважно. — Конечно, совершенно независимо, да. Вот, все победители будут награждаться соответствующими призами, грамотами. — Сбор в час. — Да, начало мероприятия в 13.00 воскресенье. — Ждем вас. — Мы ждем всех желающих и приглашаем всех жителей Одинцовского района. — Ну что ж, приглашаем всех на Лыжню 19 февраля. А мне осталось поблагодарить гостей Светлану Геннадьевну, Налепову и Надежду Николаевну Котовичу за интересную беседу. И напомнить вам, уважаемые зрители, что вы можете обратиться в Общественную палату по телефону «Горячей линии», который размещен на официальном сайте Общественной палаты. А также вы можете обратиться в Общественную палату через социальные страницы в социальных сетях, в Facebook, в ВКонтакте, в Инстаграме. Мы присутствуем везде, Общественная палата присутствует везде, и Комиссия по информационной поддержке старается максимально оперативно передавать в секретариат все обращения. С вами была Мария Пагипольская. До встречи.